Хронолет – игра про время. Она поможет вашим детям разобраться с циферблатом и временными интервалами. Осваивать игру рекомендуем с 6 лет. Самый простой вариант хронолета идеален для этого возраста. С этого, самого простого варианта, предлагаю начинать всем, чтобы быстрее разобраться. Открываем наше красивое поле и ставим фишку на 9 утра на большом циферблате. Это начало дня. Далее берем карты с делами и отбираем те, что отмечены звездочкой. В итоге у нас будут играть карты с делами на 15, 30, 45 и 60 минут. Цель игры – выполнить как можно больше таких дел. Дела абсолютно разные и все очень важные. Плавать, кататься на велосипеде, читать и даже проводить опыты. Как выполнять дела? Берем карту дела, которое хотим выполнить, и кладем перед собой. Двигаем фишку по циферблату на соответствующее количество минут. Фишка двигается только по часовой стрелке. Карту можно выложить, только если ее цвет соответствует текущим активным цветам на циферблате и количество времени, в течение которого они будут активны. Сейчас, например, в 9 утра активны красный, желтый и зеленый цвета. Дела зеленого цвета можно делать максимум 45 минут, желтого – 30 минут, а красного – час 15. То есть любую красную карту можно положить сюда. Давайте начнем играть вместе с вами, чтобы все стало понятно. Сыграем на троих. Никита нам поможет. Раздаю по 5 карт. Вам, Никите и мне. Первым ходит тот, кто встал раньше всех. Ходите, пожалуйста. Итак, мы видим, что у вас есть желтое дело на полчаса, зеленое дело на 45 минут, красное дело на 45 минут и два синих дела по 15 минут каждая. Фишка на 9 утра. Это позволяет вам сходить любой из трех карт – красный, желтый или зеленый. Допустим, вы сходили с желтой карты на 30 минут. Выкладывайте эту карту перед собой. Перемещаем фишку в положение 9.30. Отсюда вы можете сходить с картой с красным делом на 45 минут. Как видите, длительность красного цвета на поле вам это позволяет. Причем, картой с большей длительностью вы бы сходить здесь не смогли. Только 45 минут или меньше. Вы сходили красной картой готовить еду на 45 минут. В этот момент я обнаружила, что у меня есть точно такая же карта – готовить еду, но 30 минут. Что я делаю? Я говорю «Я с тобой» и выкладываю карту перед собой. Эта карта засчитывается, как сделанное мною дело. Я могу это сделать, если, первое, длительность моего дела строго меньше вашей. Второе, я успела выложить карту и сказать «Я с тобой» до того, как вы сделали следующий ход. А вы тем временем продолжаете ход. Вы стоите на отметке 10.15. Здесь у вас появляется возможность использовать синюю карту на 15 минут. Вы решаете, что будете 15 минут рисовать. Перемещаемся на 10.30. Активный синий цвет позволяет делать еще синие дела, но на ход есть ограничения. Можно выложить не более одной карты каждого цвета. А синий мы уже использовали в этом ходе, поэтому снова его нельзя выкладывать. Смотрим дальше. С зеленой картой вы тоже не можете сходить, потому что зеленый цвет на 10.30 еще не активен. Ходить вам больше нечем, поэтому ваш ход завершен. Вы переворачиваете выполненные вами дела и складываете стопочкой перед собой. В конце игры мы будем их считать. Вы добираете на руки карты до 5 штук, а ход переходит к следующему игроку по часовой стрелке. Посмотрим, что у Никиты. А Никите повезло меньше. На точке 10.30 можно выполнить только желтые и синие дела. То есть красные и зеленые у нас отпадают. Есть желтое дело на 45 минут, но здесь можно только 30. Два отрезка по 15 минут. Синее дело можно делать максимум 45 минут, а у Никиты чтение на целый час не получится. В такой ситуации, когда не о чем ходить, Никита берет дополнительную карту. Если это дело он может выполнить в данный момент, он делает ход. Если нет, он оставляет карту себе, а ход переходит к следующему игроку. Игра заканчивается, когда в колоде добора не остается карт. Игроки берут все свои карты и считают общее количество времени, потраченное на все дела. Я каталась на велосипеде 30 минут, потом читала 45 минут, это уже час 15. Затем я 15 минут готовила еду, всего полтора часа, ну и так далее. У кого получилось больше времени, тот и победил. Это основа игры. Давайте расскажу, как ее усложнить и тем самым сделать еще интереснее. В хронолете есть карты козырь. Их можно сразу добавить к базовому комплекту, отобрав дела на 15, 30, 45 и 60 минут. Ими можно сходить в любой момент на соответствующее количество минут, не глядя на активные цвета. В центре поля минутный циферблат. Включаем его в игру следующим образом. Берем вторую фишку. И когда выполняем дело, перемещаем обе фишки сразу. Одну на большом внешнем циферблате, вторую на маленьком минутном. Значения минутного циферблата отмечены разными цветами. Нельзя выполнять дела того цвета, на котором стоит фишка. Допустим, сейчас 2 часа 45 минут. Мы видим, что активные цвета позволяют выполнить красные и синие дела. Но на внутреннем циферблате фишка стоит на 45 минутах. Напомню, время 2.45. И запрещает нам ходить красным цветом. То есть при таком раскладе можем ходить только синим. Добавляем карты машины времени. Что это за карты? Машину времени можно использовать в любой момент хода. Карта передвигает фишки на указанное в ней время. Если мы играем картами базового варианта, берем только те машины времени, минутный счетчик на которых показывает 0, 15, 30 или 45 минут. Когда освоена игра с обоими циферблатами, можно добавлять остальные карты с интервалами от 5 до 60 минут. Шаг между ними всего лишь 5 минут. Это очень серьезное усложнение. Убедитесь, что вы хорошо освоились с 15-минутными интервалами. И последнее дополнение, самое веселое. Карта запрета цветов. Если у вас на руках есть вот такая карта, вы в свой ход можете подкинуть ее любому из игроков. Игрок, которому подкинули карту, получает запрет на дела определенного цвета в определенный промежуток времени. Например, я подкинул вам такую карту. Это означает, что вам нельзя делать желтые дела с 17.30 до 20.30. Хорошо, что есть противоядие. На некоторых картах есть вот такой открытый замочек определенного цвета. Ей вы сможете снять запрет. После снятия запрета обе карты отправляются в отбой. Вот и все. Увлекательной вам игры!